Всем добрый вечер. Мы сегодня переходим к 22 главе, мы сегодня закончим с Божьей помощью. 22 глава, в принципе, у нас там есть три пророчества, три разных пророчества в Иерусалиме. И все начинаются со слов «Вьет, барашем, и ла, ле, мор, бенадам, и ля, та бенадам». И было слово Господне, мне говоря, «ты, сын, челось, гелечи, сын, челески» и так далее. Но по-настоящему каждая из этих пророчеств стоит сама по себе. Она весьма автономна, тогда как между ними есть связь с точки зрения содержания и языковых оборотов тоже. Причем они построены так. Есть три пророчества. Первое и третье пророчества связаны между собой тем, то есть мы еще увидим, чем они еще, они занимаются с грехами Иерусалима. Второе пророчество, то есть пророчество, которое стоит посредине, оно занимается наказанием, которое придет. Итак, мы начнем с первого пророчества, прочитаем его, и в принципе она описывает, скажем так, грехи Иерусалима и ее вожделение, то есть ее, скажем так, очень плохое поведение. Причем нужно понимать, помните, мы уже когда говорили о 16 главе, то, что называется «Машалисуфит», аллегория про девочку-найденыша, мы сказали, что мнение Робелезера в море, что его не используют, эту главу, из-за того, что страшная, с точки зрения претензий к народу Израиля, ее не используют как «Гавтору». Но то же самое и с этой вот, по идее, с этими вот пророчествами, которые у нас есть, тоже оно весьма печальное, скажем так, это еще мягко сказано, и вон Хана присоединяется, смотрю, Шалом Хана, оно тоже весьма печальное, и его, по идее, тоже не используют «Гавтору», хотя в «Пискейтосфот» написано, то есть «Гаваха» принято не как Робелезе, что да, можно использовать как вторую, более того, приводится, что она будет на второй главе к душиму или главе храймо. Мы сейчас увидим, кстати, связь между этой главой, нашей главой в Хихисхеле и главой «Парашат к душим» в книге Вайкра. Мы увидим связь, обратную связь, если бы сказал, и не зря. Хотя, с другой стороны, обычай ашкеназов, например, если не использовать эту главу во вторе никак, потому что она слишком печальная, слишком проблематичная эта вторая. Итак, давайте начнем. В принципе, здесь, как мы сказали, описывается грехи Русалима, первое пророчество, когда и как, скажем так, акцентируется в основном о кровопролитии. Итак, и было слово Господне ко мне сказано. «А ты, Сын Человеческий, будешь ли судить, будешь ли судить город кровавый, тогда возвести ему все гнусности его и скажешь так? Так, сказал Господь Бог, город, проливающий кровь в среде своей, чтобы пришло время его и делающий идол в себе, чтобы оскверниться. «Кровью твоей, которую ты пролил, ты провинился, и идолами, которые ты скворил, осквернился ты, и преблитил дни свои, и достиг годов наказания своего. Посему я отдал тебя на поругание народам за осквернение всем странам. Близкие и далекие от тебя будут насмехаться над тобой, чьим осквернено над тобой, преисполнившимся раз ты. «Вот князья Израиля». Мне нравится перевод, на иврите написано не «князья Израиля», а идет другое совершенно слово. «Гины, несией». А вообще нет, «князья», все правильно. Точнее, до этого было сказано про «Невиим». То есть, да, «Несией Израиля». «Вот князья Израиля». Да, в этом стихе «князья». «Каждую по мышце его, по силе его были у тебя, чтобы проливать кровь». То есть, князья проливают кровь. «Отцом и матерью пренебрегали у тебя. Пришельцу творили притеснения среди тебя. Сироту и вдову обижали у тебя. Святыни мои презирал ты, и субботу мою осквернел. «Клеветники были у тебя, чтобы проливать кровь». Берите внимание, клеветники, даже клеветники, то есть, все, что они делали, это то, чтобы пролить кровь. То есть, как Раша объясняет, то есть, мы туда Давид объясняют, что все, они для чего клеветали, чтобы убить людей, то есть, да, чтобы пролить их кровь, чтобы уничтожить. «И на горах ели у тебя в честь идолов, разврат творили среди тебя. На готу отца обнажали у тебя нечистоту, не ды, женщины вне нечистоты, а бесчестили среди тебя». Интересное слово «бесчестили». То есть, да, там есть слово, которое на иврите звучит очень интересно. Там сказано «ину». «Ину» — это издевались, насиловали и так далее. С другой стороны, это есть объяснение, которое говорит, что иномеса в виду, что интимные отношения дошли до того, что уже был иной, то есть, да, уже было тяжело от перенасыщения. Вот. «Взятки брали среди тебя за пролитие крови». Это даже взятки в идентина завязано на пролитии крови. «Прирост и лихву брал ты и наживался на ближнем своем, притесняй его. А меня забыл» — «Слова Господа Бога». Окей. Вот такое вот печальное порочество, когда пророк, через пророка Всевышний рассказывает Иерусалиму, что они творили. В принципе, тут целый список нарушений. Когда, скажем так, мы четко видели, очень часто появлялось, мы его обратили внимание, «шфихуддамин», то есть, да, «проливание крови». Причем проливание крови подписывается, даже «борок» называется, «ирдамием», «иршофехедам», то есть, на границе вы прочитаете, «город, проливающий кровь, текущий кровь, «город крови». И, в принципе, тут Иисхель ничего нового не говорит, он, в принципе, возвращается к тем вещам, о которых он уже говорил в 9 главе, например, «авон бейцрэйв юда, гадоль бемод мод, витималэ гаарит сдамин», то есть, да, «грех дома Израиля иудеев велик, очень-очень, и на полность земля кровью». То есть, да, в принципе, обвинение в покровопролитии. В принципе, тут есть очень, скажем так, особый акцент, на который Павел Господа возлагает ответственность на царей. О, царей. Где цари? Цари с ним упоминали. А упоминали «нысиэй», «князья Израиля». Князья Израиля в этом случае имеется в виду цари. Так объясняют многие комментаторы. Так выходит, в принципе, из продолжения, очень явно намекающих. И у нас действительно есть цари, которые проливали кровь. У нас книга Млахим описывает, что Иерусалим был приговорен к, в принципе, к разрушению из-за поведения царей, которые несли кровопролитие. Например, царь Минаше написано «выгамдамнаки шафах Минаше горбэмодат ашэр милайту рушалаем пэ лэ пэ». То есть, да, а также «кровь чистую проливал Минаше царь иудейский очень много пока не наполнил Русалим от края до края». Сколько крови он пролил. Или «угояким» тоже сказано про него «выгамдамнаки ашэр шафах веймалейту рушалаем дамнаки вело обвал или слог». То есть, да, и также «кровь чистую, которую пролил», то есть, как правило Ракима сказано, «и наполнил Русалим кровью чистой». То есть, «я не захотел простить, то всего, что не простил за это». И за эти вещи приходит разрушение, в принципе. Это тогда уже были предупреждения, что в разрушении уже книги «Млохи» мы это читаем. И после этого идет, скажем так, список разных других грехов после кровопролития, как мы это видели, в которых тоже очень часто повторяется кровопролитие. там даже пролюбодеяние, грабеж, насилие, обворовывание ближнего и так далее. И даже сплетни те и так и по-другому завязаны так и иначе на кровопролитии. Вот. Так и иначе проведены на кровопролитии. И таким образом, в принципе, мы видим, уже сказали, что есть связь, то есть, уже в авторе пытались мудрецы приписать и сделать эту главу в нашей книге Хискель как автору главы к душим, то есть, книги Вайкра. Но мы здесь явно видим очень сильную завязку между книгой Вайкра, как я сейчас вам покажу, и между этой нашей главой в Хискель. Это уже Раша отмечает и говорит у нас. То есть, все те гнусности, о которых предупреждал Всевышний в главе к душим, то есть, в главе к душим книги Вайкра, здесь перечислено. То есть, да, все эти гнуси, которые было предложение. И мы действительно видим, что многие грехи здесь связаны явно с 19 главой книги Вайкра и 20. Я вам сейчас снова подниму таблицу. Я нашел, как доску использовать. Теперь здесь мои новые продвижения в зуме. Вот вам доска, вот вам таблица. Сейчас я вам дам. Видите таблицу, да? В этой таблице вы видите сравнение книги Хискель, это с правой стороны, и книги Вайкра. И вы просто видите, как вещи совпадают. Смотрите, допустим, седьмой стих книги Хискель говорит, что отцов и матерю пренебрегали у тебя. Напротив, какой заповеди это стоит? Ишвы им имовы авив тирал. То есть, человек перед матерью и отцом трепещет. То есть, четко, если наоборот. Или, допустим, вот, в том же стихе в легер ашубы ошик бетухех я том вальмана агулуба. Пришельцы творили притеснение среди тебя. Сироту и вдову обижали у тебя. То есть, здесь перевод читает. То же самое мы читаем напротив книги Вайкра. Что у нас было? Там у нас было киягур и тха гербар цехэмлю тонуту. То есть, Всевышний требует у нас, когда будет жить с нами пришелец, то есть, да, и когда будет жить у тебя пришелец в земле вашей, не притесняйте его. Дальше идет кудашай базитавэ чаптутай хилальта. То есть, восьмой стих Святыни мои презирал ты и субботы мои осквернял. Это стоит напротив в нашей же главе, то есть, кудушим, где сказано Субботы мои соблюдайте, святилище в моем благовейно чтите. Тогда с точностью наоборот вы сделали. Девятая глава, смотрите, в нашем, то есть, девятый стих у Хискеля. Аншей рахи аюбахли мамши правдам, то есть, да, люди, клеветники были, что проливать кровь. И мы смотрим же назад в главу души. Что у нас написано? У нас сказано следующее. Уставы мои соблюдались когда это шняк это вот не ходи с плетником в народе мое не оставляй с равнодуши крови ближнего твоего. То есть, напротив стих, то есть, не ходи к клеветнику и не быть равнодушны к крови ближнего. Вы, то есть, были клеветниками для крови ближнего вашего. Дальше, десятый, это стих в нашей книге Хискель «Ирват авгилавах». То есть, да, «Наготу отца обнажали у тебя». Это мы явно читаем. Следующий, то есть, Пороша Тарайот в главе «Гушим», где мы читаем, то есть, сказано, что «И кто ляжет женой отца своего, наготу отца своего открыл он». То есть, да, «Ви ища шерешка ведь эщет ави вирват ави вгиля». То есть, раскрыли наготу отца своего. Дальше, тоже, десятый, стихе нашей книги Хискель «Тумат, неда, инубах». То есть, да, то, что мы читали, «Женщину, то есть, нечистуту неду обесчестили среди тебя, тогда, как у нас, мы читаем в главе «Гушим», «И если кто ляжет женой страждущей очищения», имеется в виду «Неда». Тут переводы разные, я читаю. «И откроют наготу эту, так как он обнажил исток ее, она открыла истечения крови своей, да будут истреблены они среды народа своего». То есть, это глава души. Смотрим дальше, вот здесь мы находимся в одиннадцатом стихе. «ВИИШЬ ЭТАШЕР ЭТРЭЭУ АСАТОИВА». «И ВИИШЬ ЭТЭШЕТРЭЭУ АСАТОИВА», одиннадцатый стих у нас. «Иной с женой ближнего своего претворил гнусность». Это естественно стоит напротив запрета прелюбодеяния с чужой женой в главе к душе. И кто прелюбодействует с женой замужнего, кто прелюбодействует с женой ближнего своего, смерть это будет преданно и так далее. Дальше. «ВИИШЬ ЭТКАЛАТОТИМА БЕЗИМА». «И НЕВЕСКУ СВОЮ РАСКВАРНЯЛ РАСБРАТАМ». Тоже стих напротив сразу же в главе к душе им следующий стих после предыдущего про измены жены. Там сказано как «ВИИШЬ АШЕР ИШКАВИТКАЛАТОМОТЬЮ МАТУШНЕГЕМ». То есть да «И кто ляжет со снохой своей смерти, должны быть преданы оба мерзость, делали от них». И последнее «ВИШЬ ЭТАХУТО БАТАВИП ИНАБАХ». То есть да это вот стих, который у нас продолжается здесь. «Иной сестру свою, дочь отца своего бесчестил у тебя». То есть да и это естественно тот запрет, который в 17 стихе в 20 главе книги ВАЙКРА там «И если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей и увидит наготу ее и она увидит наготу его, то это позор да будет, они истреблены перед глазами и так далее. То есть то, что вы видите очень интересно. То есть почти «Грех за грехом» то есть да я это сейчас убрал, то есть который описывает книги Хискель это те предупреждения, которые были сказаны в книге ВАЙКРА. Чему это нас учит? То есть в чем смысл? Дело в том, что это глава к душим. Глава к душим говорила, что народ Израиля должен освятиться заповедями. То есть они должны были этими запретами не делая эти вещи или наоборот делая, то есть прочитать отца и мать и так далее. То есть они должны были осветиться. Что они сделали? Они сделали наоборот. Они нарушили все эти вещи, которые вели святость. Таким образом они сделали себесточность наоборот. То есть они разрушили эту святость. Они осквернили свой статус. Они осквернили все, что можно было. Они, скажем так, дошли до дна. Скажем так, дошли до дна, дошли дно и пробили. И поэтому сразу же придет им наказание мера за меру, как пишет Всевышний, говорит дальше, стихи, тринадцатый стих в книге Хискет, двадцатая глава. И вот я ударил рукой своей за красотолюбие твоего. А, снова, видите, удар рукой. Мы в предыдущей главе уже читали про удар рукой. Только там удар рукой говорил о прекращении бедствия. То есть Всевышний бьет рукой. Здесь наоборот. Здесь Всевышний бьет рукой, начиная бедствия, начиная наказание. И вот я ударил рукой своей за красотолюбие твоего, проявляем тобой. Кстати, удар рукой здесь тоже проявление боли. То есть боли и разочарования, которые есть у Всевышнего так, чтобы ведет народ Израиля. И за крови твоей, которая была пролита среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будет ли крепки руки твои во дни, которую я готовлю тебе? Риторический вопрос. То есть, да? То есть, выдержишь ли ты все, что я тебе сейчас на тяже сделаю? Я, Господь, сказал и сделаю. Я разбросаю тебя между народами, рассею тебя по странам и истреблю скверную из тебя. То есть, Всевышний говорит, то есть, да, сам не очистился, я буду чистить конюшни Евгей Вене. Я тебя выкину из этой земли для того, чтобы очистить подгнусность этой грязи, которую ты накидал в эту землю. То есть, я тебе, в этом смысл тебе выкину. И осквернишь себя сам на глазах народу и узнаешь, что я Господь. То есть, ты сам остромишься перед целью. Сам это сделаешь. Как мы сказали, то есть, да, здесь Всевышний тоже бьет по рукой, но здесь унесет наказание и так далее. То есть, наказание какое? Изгнание. Изгнание, которое приведет к тому, что Всевышний очистит всю эту гадость, которую сделал народ Израиля внутри страны, внутри земли, Иерусалим. То есть, здесь мы переходим ко второму пророчеству, следующему, которое описывается, как мы сказали, наказанием, ожидаемого. И здесь тоже есть несколько интересных моментов. И было слово Господне, ко мне сказано, 17 стих, в книге Хескем, 22 главе. Сын человечества стал для меня дом Израиля окалиной. Все они медь и олово и железо и свинец внутри горнила, окалиной на серебре стали они. То есть, мусором. Посему так сказал Господь Бог. За то, что обратились все в окалину, за это вот я собираю вас внутри Рушалайна. Собрание серебра и меди и железа и свинца и олова внутри горнила собранное, чтобы раздуть над ним огонь и расплавить. Так я соберу во гневе моем и в ярости моей и брошу и расплавлю вас. И соберу вас и дохну на вас огнем и негодованием огнем негодования моего и расплавитесь внутри него. Подобно плавлению серебра в горниле так будут расплавлены вы внутри него и знаете, что Господь излил ярость мою на вас. в принципе вот это короткое пророчество является одним из самых тяжелейших пророчеств, которые когда-либо пророчествовали пророки Израиля по отношению к народу Израиля. И в принципе оно характеризует очень жесткое отношение Хискеля по отношению к народу Израиля. Это не в первый раз. Мы когда учили первую главу, когда мы учили первую главу, вторую, третью главу, то мы видели, что Хискель относится к народу Израиля, что они хуже любых народов других. То есть народ Израиля хуже всех других народов. Самый плохой. Как относится Хискель? Хискель относится очень плохо к этому. Кстати, пророк Ишайя тоже говорил о смеси оскалена и так далее, смеси олова, серебра, но там пророк Ишайя говорил нечто другое. Давайте я вам что-то читаю. То, что говорится о Ишайя похожая вещь, но немного другая. Ишайя это первая глава книги Ишайя которую читают в шаббат перед девятым авом. То есть тоже пророчество наказания, которое придет. Там говорит Ишайя следующее. Серебро твое стало с примесью, то есть сакален. Вино твое разбавлено водой. Главы твои отступники, сообщники, воров, все они любят взятки, гонятся за мздою сироту, не судят они, справедливая тяга лодовы не доходит до них. Поэтому говорит Владыка Господа Царь Всесильный Израиль отомщу врагам и снова налагать буду руку на тебя и очищу тебя как щелочью от всех примесей твоих и удалю все твое олово. Ишайя описывает, что есть серебро, то есть народ Израиля, которым накипела всякая гадость, всякая гадость, которую придет Всевышний и будет выжигать. наказание будет для чего? Это как закалять серебро для того, чтобы в гарниле это серебро переделалось и превращилось в чистое серебро, то есть в принципе отсечь от него всю гадость. Для этого приходит наказание. И Хискер говорит другое, не то, что говорит Ишайя он говорит страшно, серебра нет, просто нет, есть только грязь, и эта грязь будет спалена полностью в гарнире. То есть даже серебра там нет, то есть там нечего делять, то есть да, все, что там внутри, вся эта смесь, что называется народ Израиля, это медь, олово и так далее, то есть в принципе все гадость, все мусор для серебра. Поэтому нечего с этим делать. Кстати, тут, конечно, не как у Шаяу, но тут подтверждает Ихискер то, что сказано у Ирмияу. Урмияу он тоже говорит он тоже называет они все, они все, то есть воры и так далее, то есть говорит пророк Ирмияу. Все медь и железо, то есть да, они все развратные. То есть просто так закалял то есть этот ювелир. Они не отделились, то есть это мусор, короче, не отошел, то есть закалял, закалял, то есть ничего не произошло. Вы стали серебром презираемым, ибо Всевышний презрел. в принципе то серебро, которое осталось, его очистить нельзя, поэтому пусть сгорит. То есть это очень похоже на то, что Ирмияу. Интересно то, что объясняют, что мы говорили, помните, мы уже об этом обсуждали, что в Иерусалиме осталось праведником. То есть мы говорили, может быть, были праведники, мы тоже обсуждали эту тему. Да, что может быть были, но они через год перестали быть и так далее, и так далее. Эту тему мы с вами уже обсуждали. И в принципе это что говорит? То есть в принципе так уже ничего нет, кроме горнилища ничего не осталось. Таким образом это описание дает еще большее понимание того, что уже Хискель не раз говорил, что придет огонь, пожрет Иерусалим. Здесь этому дается еще больше, скажем так, смысл. Смысл этого огня, что он идет пожрать и уничтожить весь мусор. В этом смысле. Кстати, тут можем задаться вопросом. Стоп, стоп, стоп. Мы только что читали, что наказание будет не огонь, а что? Изгнание. А я мечтаю, что оно будет все сгорит. Так сгорит или изгнание? Изгнание или сгорит? Как можем на это ответить? 15 стих, мы прочитали несколько стихов до этого. Я, Господь, сказал, сделай, разбросаю тебя международными, рассею тебя по странам, и стремлюсь верно из тебя. Не сказано, что спалю из тебя. Каков может быть ответ на этот вопрос? В принципе, как было много разных грехов, и тут подчеркнуто один грех, то в принципе в каждом аспекте, в каждом пуске пророчества описан и один из видов наказания, которое упадет. Дело в том, что мы уже учили, когда мы учили в пятую главу, там описано, что было. Там есть помните, черепица, которая в виде Иерусалима, и там написано шлишит баур-тавир, то есть, он говорит, часть, там выходит пророчество, то есть, из аллегории, которую он делает, то есть, эти символические действия, треть огнем сгорит, третья погибнет от меча, третья убегут, то есть, в принципе, будут разные наказания. Часть погибнет от меча, часть погибнет от меча, то есть, будут разные виды наказаний. То есть, как бы, это в одном месте усиливает один вид наказания, изгнание, в другом огонь, который придет. Разные-разные виды наказаний. Отсюда мы переходим к третьей заключительной пророчеству, которое появляется здесь, у нас, в нашей главе. И тут описываются разные, славяне, слави населения с разными ответственностями грехов, которые они наворотили. Итак, 23 стих и до конца головы, в принципе. И было слово Господня ко мне, сказано, сын человеческий, скажи ей, кому ей, Иерусалиму, по смыслу, да? То есть, ты, земля неочищенная, нерашаемым дождем в день гнева. Это вопрос, очень интересный, это на юридичность интересная фраза. это очень интересное слово, но юридичный не существует. Гушама биом зам, действительно, есть те, которые, как переводчик, перевел это на базе Радака, это одно из объяснений, что это действительно существительное, от слова гешем, гешем гушама, гешем шеля, но гешем должен быть гешма, почему гюшама, то есть, измененное слово гешем, то есть, дождь, ее дождь, из этого все объяснение, что когда дождь не пойдет во время, когда Всевышний будет гневаться. Правда, есть объяснение, что это другое слово, но в принципе, то есть, есть и такое объяснение. Окей. Подождем в день гнева. Загоров пророков ее среднею. Что за пророки? О ком речь? Кто такие пророки? Какой заговор пророка? Есть объясняют, что здесь, потому что слово странное, что за какой еще заговор пророка? Есть объясняют, что здесь речь идет о князьях, то есть, Израиля в этом случае, и это подтверждается следующими словами, потому что там дальше мы читаем, сказано Веневе таху лагем тихоль хузим шапку смим лагем казап. То есть, дальше идет всевозможные лжепророки. Поэтому связано с князьями, с лжепророками, в том случае разные. И там дальше князья внутри нее подобно волкам терзают добычу. То есть, об этом рассчитываю. Окей. Загоров пророков и среднею, как лев рыкающий, терзающий добычу. Душу они пожирали, сокровища от драгоценности забирали. Число вдов ее умножали среди нее. А среди Иерусалима то, что они делали. Священники ее нарушают Тору мою и оскверняли святыни мои. Очень интересно. Раша объясняет, они должны были чем заниматься, священники? Наоборот, предупреждать, тормозить народ, чтобы они соблюдали Тору. Что делают священники? ее нарушают Тору мою и сверняли святыни мои. Меж святым и обыденными не делали различия, между нечистым и чистым не указывали различия. Явный намек на что? На задачу коинов, левитов, которая была возложена еще Мушарабейну. Их задача была разделять между кровью и кровью. Говорят, что чистое, что нечистое. То есть, в принципе, устанавливают закон. Они этого не делали. И от суббот моих отвратили глаза свои. И я подвергался осквернению среди них. Князья им внутри, подобно волкам, терзают добычу, дабы пролить кровь, погубить души, чтобы насыдиться корыстью свою. А пророки ее обмазывают для них негодной замазкой. Прорицают пустое тоже пророчество. То есть, да, чтобы все князья, князья, это снова царик. Чтобы все у них было хорошо, все по маслу. Пророки успокаивают. Ждай пророк, естественно. И ворожат им ложное, говорят, так сказал Господь Бог, а Бог не говорил. Народ этой земли притесняли притеснением и грабили грабежом, и бедного, и нищего обманывали, пришельцев притесняли незаконно. Кстати, плохой перевод написано «вегам арт» вместо простой народ, даже простые, не самые низшие сословия, и те отличились в притеснении людей, то есть более слабого населения. «И я искал среди них человека, ограждающего оградость, стоящего в проломе перед мной за эту землю». Я искал кого-то, кто будет тебя праведно вести, хоть как кто-то между ними и мной, чтобы я не погубил но я не нашел. Напоминаю, Хискель не живет там, Хискель живет в Вавилоне. То есть Хискель проросит в Вавилоне. Это в самом начале и Хискель он ушел в изгнание Стиххония. Он уже находится в Вавилоне. То есть эти проросит сказаны в Вавилоне. Так вот, он говорит, он не нашел никого, то есть вообще, то есть там на земле не нашел никого. Там интересно, а где Армия он потерял? Потому что в это время там Армия уже. Ну, это аллегорично в том-то смысле. В принципе, он имеет в виду, что праведников и не нашел. Кроме моих пророков, естественно. в огне ярости моей истребил их, пути их на голову их обратил Слово Господа Бога. Итак, пророчество, вот это последнее заключение в пророчестве Руссалима, третье, показывает, скажем так, социальную иерархию. Социальную иерархию по всем ее грехам. У нас стоят пророки или князья, то есть, да, которые используют свой статус, свою власть для того, чтобы убивать и грабить. То есть, они используют свою власть. Коины не исполняют свою духовную задачу. Хуже. Они только исполняют свою духовную задачу остановить людей, они оскверняют святыни, то есть, да, они не учат людей законом чистоты и нечистоты и закрывают глаза на осквернение шаббата. То есть, полностью, то есть, скажем так, перестали исполнять свою задачу, для которой вообще были поставлены. Сарим, то есть, да, главы, то есть, исполнительные князья. Чем они занимаются? Они занимаются кровопролитием ради корысти, чтобы еще немного заработать. Пророки, прочь тут ложь, делают всякие колдовства и так далее. Для чего? Ради корысти. Вместе лже-пророки. И простой народ, как бы в нижней часть социальной иерархии, используют свою силу, которую еще есть, для того, чтобы бить по самым социально слабым. По кому? По бедняку и по пришельцу. То есть гер, из-за которого некому заступиться. То есть даже простой народ и те бьют по тем, кто еще слабее. Итак, у нас есть три пророчества. Первое, описывающее грехи с давлением на кровопролитие. Второе, описывающее наказание, показывающее, что внутри Русалима в принципе не осталось серебра. То есть одна гадость. И третье, пророчество, которое показывает, что погрязли в грехах и во всей гадости все сословия, социальные сословия еврейского народа, находящего в Русалиме. Это что написано. Теперь, какая связь между этим пророчеством? Есть в принципе связь. В принципе у этой последнего пророчества третьего есть связь с предыдущими двумя. Во-первых, с первым пророчеством какая связь? В принципе в описании самих грехов. корысть, грабеж, осквернение шабата и естественно кровопролитие. То есть эти грехи только теперь они распределены в третьем пророчестве по социальным группам кто чем занимается. кто именно что делает. Так они связаны. Кстати, это не только то, чем занимается, но также что все слои населения, все социальные слои общества погрязли в грехах и они имеют общий знаменатель, что они все грешат. теперь в третьем наше пророчество связано также со вторым пророчеством там где наказание и там оно связано с точки зрения содержания и с точки зрения языкового то есть скажем так лешуни то есть связь. С точки зрения содержания снова нам показывают то есть содержание то есть явно там в наказании описано то есть что серебра нет осталось только олова сметь вся гадость которая прикрепляет к серебру а само серебра нет поэтому нужно спалить то тоже показывается то есть все слои слои населения нигде чистоты мы не нашли то есть в принципе зло находится везде все заряжены это с точки зрения содержания с точки зрения языковых есть там очень интересно фраза в обоих местах и в первом право и в втором право и в третьем то есть да я спалю огнем и там произойдет и здесь произойдет то есть в принципе получается что третье пророчество которое показывает взять и языковое понятие и содержательное показывает третье пророчество то что сказано во втором нету скажем так негде ставить печать все погрязло в этой гнусности в эти грязи окей то есть в принципе здесь мы уже закончили разбирать все и скажем как подведя итог то есть заключение скажем у нас есть глава в которой есть три пророчества которые вместе составляют одно из самых тяжелейших претензий Всевышнего к Иерусалиму к жителям к Иерусалиму из того что там происходит и в принципе это предупреждает что разрушение очень близко и оно уже идет во всю сюда за что за вот все это то есть у нас нету более жесткого пророчества которое описывает грехи и относится в принципе смотрите можете увидеть здесь в принципе можно увидеть какое-то отчаяние Богу вообще от всего этого то есть вообще ничего нет никаких праведников никого нету серебра нет вообще чего не осталось то есть все нужно полить выжигать уничтожать выгонять чистить это одно из самых тяжелейших пророчеств то на этом мы сегодня закончим на этой печальной ноте к сожалению у нас будет еще хорошая нота мы когда закончим пройдем все его описания пророчества разрушения начинается пророчество утешения и там и третий храм и хазоны и так далее все будет мы напоминаем что Хискель в конце концов описывает разрушение страшно и страшные вещи с другой стороны она объясняет что дорогие ребята избавление будет у Хискеля очень важная вещь Хискеля будет хотите вы этого или не хотите от вашего поведения вообще избавление не зависит это пронизать всю книгу Хискель Всевышний избавит еврейский народ только ради себя в первую очередь чтобы не сквернялся его имя то есть из-за этого он избавит еврейский народ то теперь на этой оптимистической ноте что Всевышний нас избавит мы закончим этот урок если я закончу здесь запись те кто в записи всем шалом до новых встреч до новых встреч